Всем привет! Сегодня мы с вами смастерим необычную, легкую, невесомую поделку в прямом и переносном смысле мухоморчики разных цветов Семейка мухоморчиков коричневая тигровая, красная бордовая и оранжевая На самом деле такие мухоморчики у нас есть в природе Загляните в интернет, почитайте, посмотрите книжки про них и вы убедитесь, что на самом деле мухоморы бывают не только красные Итак, а что же мне понадобилось для их изготовления? Вата, проволока, бумага, шарики, листья у меня из полимерной глины Если у вас нет полимерной глины, можете смастерить их из пластилина, из обычной глины либо взять искусственные листочки Готовим купол наших грибочков По технике папье-маше Наливаю сначала клей ПВА на шарик воздушный надутый Шарик надуваю небольшой, чтобы получились у нас небольшие грибочки Если вы хотите огромные, большие-большие, надуйте тогда большой шарик Я использую обычную бумагу Сначала ее приклеиваю, а затем на бумагу формата А4, вот эту плотную 80 грамм бумагу, я приклеиваю еще салфетки К сожалению, видео это не записалось Но вы обратите внимание, что сверху у меня видно, что одним большим листом на вот эти кусочки наклеена салфетка Либо можете взять бумажное полотенце, тоже будет очень здорово смотреться В клей ПВА я добавила водички, немного смешала Сначала мы приклеиваем только на клей, а затем уже можно клей ПВА с водичкой Один грибочек я сделала полный Весь шарик облепила его бумагой И он у меня сдулся, пока сох Сох, наверное, в течение одной ночи Я точно не помню, стояла, в общем, где-то, может быть, прошли сутки, я не заметила В общем, когда высохнет, тогда и лопайте шарик У меня получилось три грибочка из двух шариков Я использую для ножки проволоку Толстая алюминиевая проволока, которая очень легко гнется Сначала я сделала бороздки ножницами, ножничками А затем уже просто погнула и все Если у вас нет такой проволоки, вы можете использовать шпажки Вот как раз та шпажка, которая у меня упала От суши можете палочки использовать Либо можете взять просто обычные веточки, палочки с улицы И обклеить их фольгой, так, как делаю это я Можно не использовать горячий клеевой термопистолет А просто так же, как и в первом случае Приклеить на клей ПВА, либо на клей Момет Все, что есть под рукой, используйте, не переживайте Если что-то будет не получаться, пробуйте разные материалы Это даже интереснее Здесь я тоже вату приклеиваю уже на грибочек На ножку грибочка Для того, чтобы это было все-таки более-менее правдоподобно смотрелось Кстати, вот тут очень хорошо видно, что у меня сверху приклеена была салфетка Салфетки я использовала белые Но если у вас нет наличия, то берите любых цветов Вот тут, видите, очень хорошо видно, что у меня сверху салфетка приклеена Вот, берите любых цветов И потом, главное, используйте хорошие краски Гуашевые, либо акриловую краску Чтобы закрасить оттенок Или рисунок, который у вас будет на салфетке Если вы используете, как и я, белую салфетку То все идеально, не нужно ничего закрашивать Сначала я хотела сделать семейку мухоморов одно одним цветом Но все-таки мне захотелось в процессе уже показать, что мухоморы бывают разные Вот этот у меня красный бордовый такой мухомор Но по краям я все-таки решила добавить желтенький И посмотрите, как я смешиваю градиент Пока краска не высохла, я добавляю чуть-чуть желтый Единственная просьба Не повторяйте за мной и не делайте так, как я лучше желтый цвет отдельно Положите в другую баночку, чтобы красный цвет не смешивался с желтым Тогда у вас всегда будут чистенькие краски У меня творческий хаос, поэтому если вы пересмотрите все мои видео Вы заметите, что я все всегда делаю не так, как нужно Краска у меня акриловая фирмы Arty Ссылку внизу я оставлю под видео Либо заходите ко мне в Instagram Я их часто очень отмечаю, потому что краски мне безумно нравятся Особенно у них есть безумно красивый, великолепный, шедевральный голубой оттенок Могу петь ему дефирамбы много-много раз Пролистайте несколько видео пораньше И вы увидите снегурочку из ваты И она как раз была покрашена тем голубым, прекрасным, моим любимым цветом Только из-за него я заказывала сначала именно эту краску Arty А теперь я уже просто полностью в нее влюбилась И использую ее постоянно С помощью мисочки я сделала круг Приклеила один на второй, чтобы получше держалось Но на самом деле грибочки получились очень легкие, очень невесомые Поэтому можно было и не приклеивать картон друг на друга Можно было в один слой использовать Все тут очень легкое, кроме одной ветки Вот эта толстая ветка, которую нашел мой сыночек на прогулке на улице Вот мы ее поломали, распилили, чтобы она была размером именно тем, которое мне необходимо Но вы можете также взять либо несколько веточек То есть смотрите сами Если вам нравится использовать мох в поделке, вы можете взять мох Очень будет круто смотреться В прошлом году я делала поделки, добавляла натуральный мох Можно добавить искусственный мох Можно стабилизированный мох заказать В общем, все, что есть, под рукой используйте Если вы хотите листья сухие добавить, то можете листья сухие добавить Они тоже добавят натуральности вашей поделки С помощью ваты я решила создать эффект мха Как раз вот того, про который я сейчас говорила Но в процессе я передумала Потому что получилась просто идеальная поверхность, неровная Боже мой, как она мне нравится Поэтому оставляю так, как есть Приклеиваю на клей ПВА еще кусочек салфетки Салфетка эта тканевая Протираю на кухне столы Иногда даже пол протираю Она идеально рвется именно так, как мне нужно Если у вас нет такой салфетки, можете взять обычную белую салфетку И приклеить ее так же, порвать, чтобы не было ровных отрезанных кусков И приклеить Далее я смешиваю черный и белый цвета Чтобы получился сероватый И ножки я подкрашиваю земелькой Назовем ее так Кисточку я не мочу водой В основном я использую только акриловую краску И затем уже чуть-чуть совсем добавляя краски на кисть Я прокрашиваю вверх В общем, тут можно сказать, я использую технику сухой кисти Потому что вы должны понимать Если я намочу кисть водой То тогда ножки станут серыми А не белыми Если вы уже намочили У вас получилось больше серого То тоже не беда Потому что все-таки В природе Ножка у мухомора более серая Чем так, как у меня получилось Мне очень нравится результат Просто великолепный Идея, легкий способ исполнения Тоже очень простой Можно привлечь для изготовления поделки ребенка Уверена, в детском саду тоже такая поделка Понравится и воспитателям, и ребятишкам Кстати, рассказывайте ребенку стихотворения Сказки про мухоморы Читайте книжки Им будет интересно, почему мухомор называют мухомором А тем не менее, у меня 2 часа ночи Как обычно, я записываю свои ролики Совсем уже поздно ночью Монтирую их Сейчас я выложу на YouTube Приятного просмотра Подписывайтесь на меня Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео И заглядывайте ко мне в Instagram В Instagram у меня все новые видео появляются быстрее Но тут на YouTube я их выкладываю в полном объеме В полной мере, чтобы можно было легко, свободно повторить вместе со мной Приятного вам творчества! Пока-пока!